Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что такое вакцинация. Вакцинация представляет собой введение в организм антигена, убитого или ослабленного возбудителя заболевания с целью научить иммунную систему с ним бороться. Иммунная система, изучает и, запоминает, введенный в организм антиген и вырабатывает антитела для его уничтожения. Так как возбудитель ослаблен, то посредством вакцинации при нормальном иммунитете заражения не происходит. Зато выработанные против антигена антитела будут сохраняться в организме на протяжении какого-либо времени, и если в этот период в организм попадет уже реальный, а не ослабленный или убитый, вирус или бактерия, то иммунная система встретит его мощным ответом и уничтожит не дав ему размножиться. Подробнее об этом можно прочесть в нашей статье, когда прививать котенка. Кавычка точка. Уже из этой справки несложно догадаться, что ключевую роль играет не столько сама вакцина, сколько иммунитет. Если иммунная система ослаблена, она не сможет адекватно отреагировать на прививку, то есть. Правильно – обработать антиген. В результате вакцинация либо окажется бесполезной, либо питомец переболеет тем заболеванием, бактерия которого вводилась в организм. Это значит, что все меры по подготовке к вакцинации должны быть направлены на укрепление иммунитета. Это как правильное питание и отсутствие стрессов, так и обязательная дегельминтизация, которая проводится за 10 дней до прививки. Почему она так необходима? По статистике большинство домашних кошек заражены гельминтами. Глистная инвазия – коварный недуг, который может долгое время не проявляться. Тем не менее, бессимптомность инвазии – это лишь иллюзия. Гельминты локализуются в определенном органе, или нескольких, и продукты их жизнедеятельности постепенно разрушают этот орган, а также ослабляют работу иммунной системы. Именно поэтому перед прививкой дегельминтизация необходимо провести ее довольно легко, с этим справится любой начинающий владелец, прямо в домашних условиях. Кошке дается антигельминтик, самый популярный – мельбимакос, в дозе, рассчитанной в соответствии с весом питомца по приложенной инструкции, и готово. Кстати, в нашем блоге мы рассказывали о том, как правильно дать кошке таблетку. Сразу же после дегельминтизации в рацион питомца желательно ввести пребиотические напитки, например, via reinforces, которые выведут из организма токсины, образовавшиеся вследствие гибели гельминтов, и укрепят иммунитет, курс – две недели до вакцинации. Пребиотические напитки будут полезны и после вакцинации, для помощи организму при выработке иммунитета к антигену, курс также две недели. К вакцинации допускаются только клинически здоровые животные с крепкой иммунной системой, работу которой не подтачивают никакие раздражители. Даже легкое расстройство желудка, повышение температуры или порез на лапе являются причиной отложить вакцинацию. Требуется ли накануне вакцинации ограничение в еде и питье? Вопреки распространенному заблуждению, нет. Напротив, нарушать режим кормления питомца категорически не рекомендуется, чтобы не создавать для него стрессовую ситуацию. Вот и все основные правила, которые необходимо знать. Подберите хорошую вид клинику, использующую качественные европейские препараты, и вперед, на защиту здоровья своих подопечных. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.